Беларусь поступила вакцина против гриппа. Сейчас она проходит лабораторный контроль. Позже отправят в учреждение здравоохранения. Первыми привьют людей с группы риска. Состав препарата меняется ежегодно. Это связано с постоянной мутацией вируса. Завершится кампания до начала января. Единственное противопоказание – аллергия на куриный белок. В Беларуси отмечают День библиотек. В 2020-м их посетил каждый третий житель страны. Это почти 3 миллиона человек. Среди сотрудников сферы – 13 тысяч работников. Большинство из них – женщины. Фонд превышает 52 миллиона экземпляров книг, журналов и рукописей. Доступны издания и в электронном виде, каталоги, публикации и другие информационные источники. Накануне около 22.00 в деревне 1 Мая Быховского района горел дом. Хозяйки участка не было. Она проживала с двумя сыновьями. Их тела сотрудники МЧС обнаружили под завалами. Поиск погибших был затруднен обрушенными конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. Причина пожара устанавливается. В Бобруйске начнет работу традиционная ярмарка «Золотая осень» в сентябре до 17 и 25 числа с 9 до 15 часов. В октябре каждые выходные последний день 7 ноября. Локация проезжая часть по адресу Максима Горького 41. Продажи овощей, фрукты, мяса, рыбы и мед, а также саженцы деревьев. Заморозки ожидаются этой ночью в Беларуси. Завтра прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен слабый туман. Ветер неустойчив и слабый. Температура воздуха в темное время в отдельных районах от нуля до минус двух. Днем до 22 градусов тепла.